4 сентября в администрации Каспийска состояло заседание Межведомственной комиссии по увеличению доходной части бюджета города. На встрече поднимались вопросы о принятых мерах принудительного взыскания, суммах задолженности по налогам, проведении в 2023 году работ по погашению муниципальными служащими и сотрудниками бюджетных учреждений задолженности по налогам и многие другие вопросы. Началось совещание вступительного слова главы Каспийска Бориса Гонцова. Я предлагаю сегодня обсудить вопросы, выработать какие-то, может быть, мы в ходе наших практических действий нащупали пути действия, пути реализации вот этих всех требований по повышению доходной части, пути работы с населением, с теми крупными должниками, которые, к сожалению, от нас прячутся. И тем самым повысить доходную часть бюджета. Первым с докладом выступил начальник межрайона и ФНС России номер 14 по республике Дагестан Магомед Тедулаев. Он рассказал о принудительных мерах взыскания задолженности из суммы долга по городу Каспийску, которая составляет порядка 112 миллионов рублей. Аналоги прошлого года, рост недоимки произошел у нас буквально на 50 процентов, если в прошлом году задолженность была около 67 миллионов, сейчас 112 миллионов. Почему это произошло? В связи с тем, что у нас ограничение по взысканию идет, мораторий наложен временный, то есть до августа месяца, в течение этого времени мы принудительно через суд не взыскивали, то есть не подавали. Также с докладом о работе администрации городского округа направленной на увеличение доходной части бюджета всех уровней за первые полугодия текущего года выступила начальник отдела экономики и торговли, инвестиционной политики и цифрового развития администрации Каспийска Амина Ибрагимова. Она отметила, что с начала года проведено 23 рейда. Активизирована работа по проверке соответствия фактической использования земельных участков, разрешенным видом пользования. Анализ деятельности автомобильных моек показал, что из 48 автомоек около 30 осуществляют свою деятельность на земельных участках, которые не предназначены для данного вида деятельности. Аналогичная работа ведется по всем торговым объектам города. Отметим, что в связи с прошедшими событиями в республике по поручению главы Каспийска в городе также проводятся рейды по АЗС объектам. Кроме того, начальник отдела экономики и торговли администрации города Амина Ибрагимова отметила, что на сегодняшний день проводится адресная работа в отношении лиц, имеющих задолженность по налогам и сборам. Помимо этого, с докладами также выступили и другие участники заседания. По каждому вопросу было принято соответствующее решение.